студия диафильм представляет по заказу министерства просвещения рсфср английская буржуазная революция 17 века диафильм по истории для средней школы англия в начале 17 века замок крупного феодала немало таких твердынь возвышалась в стране казалось бы старые феодальные порядки незыблемы в действительности же они были подорваны зарождавшимися капиталистическими отношениями важнейшим источником богатства стало разведение овец помещики сгоняли крестьян с земли превращали нивы в пастбище и огораживали их чистоколами появилась масса неимущего люда готового за гроши продавать свою рабочую силу огораживание по рисунку 16 века многие помещики их называли новыми дворянами стали вести хозяйство по капиталистически используя наемных рабочих купцы и новые дворяне основывали мануфактуры на которых изготовлялись ткани стекло порох и так далее на изображение английская пеньковая мануфактура не выдержав конкуренции с мануфактурами разорялись мелкие цеховые мастера потерявшие землю крестьяне оставшиеся без работы ремесленники заполнили города и дороги страны перебиваясь подаянием и случайными заработками выбитые из привычной колеи люди случалось брались за промысел оруженосцев ночи на большую дорогу выходил и отчаявшийся бедняк и неудачливый отпрыск дворянского рода богатство сосредоточивались в руках новых дворян купцов владельцев мануфактур и кораблей быстро росла заморская по торговле лондон стал крупнейшим портом и одним из самых больших городов европы капиталистические отношения интенсивнее развивались на юго-востоке страны здесь было больше огороженных земель мануфактур торговых городов новые дворяне использовали в своих поместьях наемный труд помещики феодалы северо-запада вели хозяйство по старому политическая власть оставалась в руках феодального дворянства старая упорно стояла на пути новых отношений буржуазия тяготилась мелочной опекой и регламентации каждого шага в производстве и торговле штрафами монополиями посягательствами церкви и короля на ее собственность оброк и цеховая система англиканская церковь и королевский абсолютизм тормозили развитие торговли и промышленности английский король карл первый встретив сопротивление парламента стремившегося ограничить королевский произвол попытался править единовластно он долго не созывал парламент не считаясь с интересами буржуазии и новых дворян с картины ван дейка карл первый сатирический рисунок 17 века в англиканской церкви проповедь у пуритан в противовес поддерживаемой королем англиканской церкви среди буржуазии и трудового народа распространилась пуританская вера пуритане выступали против пышного богослужения в храмах власти короля и епископов над церковью и поборов в их пользу борьба пуритан против англиканской церкви означало в то время борьбу против феодализма королевская власть жестоко преследовала недовольных не проходила дня беспозорных и мучительных экзекуций в лондоне за распространение пуританской литературы был подвергнут публичному бичеванию сторонник республики и равноправие джон лильберн долгие годы свободно рожденный джон как гордо подписывал он свои сочинения провел в цепях в одиночном заключении в 1640 году королевская казна иссякла не помогли насильственные поборы карлу первому пришлось созвать парламент который по обычаям англии устанавливал налоги гравюра того времени заседание палаты общин король рассчитывал что парламент ведет новые налоги и разойдется но палата общин отказалась повиноваться ему разгневанный король явился в палату чтобы арестовать зачинщиков мятежа они скрылись народ лондона стал на сторону парламента на изображении карл первый в парламенте карл первый покинул лондон в августе 1642 года в нотингеме он приказал поднять королевский стяг в знак объявления войны король объявлял войну не чужеземному государству а парламенту собственной страны на карте белом области оставшиеся под властью короля 1642 год черном области бывшие под властью парламента 1642 год началась длительная ожесточенная гражданская война 1642 1648 разделившая страну на два лагеря за короля стояла феодальное дворянство за парламент буржуазия и новые дворяне опиравшиеся на поддержку народных масс приверженцев короля стали называть кавалерами главную роль среди них играли аристократы сторонников парламента круглоголовыми некоторые пуритане стригли волосы под кружок рисунок современного художника кавалер слева и круглоголовый генералы парламента вели войну нерешительно добиваясь неполной победы над королем а лишь уступок с его стороны армия состоявшая из наемников пехотинцев не выдерживала ударов кавалерии короля на изображении королевская кавалерия наступает в эти тяжелые для парламента годы среди членов палаты общин выделился помещик из числа новых дворян оливер кромвель современники рисуют его человеком высокого роста с одутловатым красным лицом и резким скрипучим голосом фанатичный пуританин кромвель оправдывал все свои поступки велениями бога но оставался трезвым политиком любившим повторять на бога надейся но порох держи сухим кромвель организовал отряд из крестьян пуритан его солдаты в отличие от наемников знали за что они сражаются за стойкость в бою их прозвали железнобокими на изображении железнобокие в походе по настоянию кромвеля вся парламентская армия была реорганизована по образцу его отряда в нее влились масса ремесленников и крестьян многие командные должности заняли выходцы из народа на изображении кавалерия кромвеля в бою на борьбу против короля и феодальных порядков они смотрели как на свое кровное дело оправданная пуританской верой обсуждая политические вопросы они ссылались на библию идя в бой пели пуританские гимны на изображении солдаты пуритане проповедуют перед боем в захваченном ими храме ранним утром 14 июня 1645 года в битве при несбе столкнулись армии короля и парламента королевская кавалерия прорвала левый фланг противника и бросилась преследовать отступавших в эти решающие минуты кромвель командовавший правым флангом ударил по армии короля и разгромил ее когда королевская кавалерия вернулась на поле боя исход битвы был решен кавалеры разбегались преследуемые железнобокими король переодетый слугой бежал в шотландию шотландцы задержали его и продали английскому парламенту за огромную сумму в 400 тысяч фунтов стерлингов на изображении король на пути в шотландию опасаясь что за правила парламента заключат с королем соглашения невыгодная для основной части буржуазии и новых дворян кромвель приказал перевести короля в расположение армии на изображении отряд кромвели берет короля под стражу однако карлу первому удалось бежать из армии и он разжег пламя второй гражданской войны его сторонники укрепились в своих замках армии пришлось осаждать и брать их один за другим на изображении осажденные в замке король вновь оказался в плену но и после второй гражданской войны парламент не собирался свергать его и вступил с ним в переговоры добиваясь установления ограниченной монархии на изображении переговоры делегатов парламента с королем в то же время парламент объявил о распуске армии армия отказалась подчиниться приказу по распоряжению кромвели из парламента было изгнано 140 депутатов склонных к соглашению с королем на изображении кромвелевский офицер не пропускает в парламент неугодных армии депутатов народ и армия требовали казни короля карл первый стюард как тиран изменник убийца и враг государства был приговорен к смерти на изображении суд над королем на столе перед председателем суда меч и скипетр символы правосудия 1649 год был годом наивысшего подъема революции в январе 1649 года в лондоне на эшафоте воздвигнутом перед дворцом у айтхал казнили карла 1 англия была объявлена республикой до этой поры буржуазию и народная масса объединяла общая цель борьба против короля с победой буржуазной республики обнажились глубокие противоречия между ними парламент освободил помещиков от платежей королю за владение землей но не освободил крестьян от оброка основная масса населения не получила избирательного права мы жертвовали своей жизнью а теперь оказывается что кроме людей имеющих крупную собственность никто не имеет прав негодовали солдаты в народе зреет недовольство буржуазной республикой буржуазия же победив короля обращает оружие против народа выразителями интересов масса мелких собственников крестьян и ремесленников явились уравнители они требовали равных политических прав для всего населения руководителем уравнителей стал джон лильберн на изображении памфлет лильберна разоблачение новых цепей англии в том же 1649 году в англии появились люди называвшие себя истинными уравнителями они требовали не только равных прав но и уничтожение частной собственности на землю эти идеи отразили чаяние разоренных крестьян неимущих слоев населения на изображении памфлет истинных уравнителей декларация бедного угнетенного народа англии истинные уравнители стали вскапывать пустующие земли отсюда их прозвище копатели посланные кромвелем отряды легко разогнали этих бедняков после расправы над уравнителями и разгона копателей начался спад революции укрепившись у власти подавив демократическое движение в самой англии буржуазия и новые дворяне предприняли завоевание ирландии английская армия была вовлечена в захватническую войну и не могла оказать влияние на ход революции в стране на изображение штурм ирландского города драгеды буржуазии нужна была крепкая власть чтобы держать в повиновении народные массы с 1653 года кромвель стал управлять англией единовластно как диктатор и получил титул лорда протектора он жестоко расправлялся с врагами буржуазии и вел завоевательные войны в ее интересах после победы в войне с голландией англия стала сильнейшей морской державой владычицей морей на изображение сражение между английским и голландским флотами кромвель умер в 1658 году буржуазия и дворяне боясь новых народных возмущений решили восстановить монархию в англию вернулся сын казненного короля карл второй стюарт в 1688 году произошел новый переворот парламент сверх короля якобы второго стюарта пытавшегося управлять без его одобрения и пригласил на престол правителя голландии вильгельма аранского согласившегося на установление в англии ограниченной монархии на изображение бегство якобы второго из лондона с этого времени высшей властью в англии становится парламент в котором заседали представители буржуазии и крупных землевладельцев в стране утвердился принцип короли царствуют но не управляют на изображении английский парламент в начале 18 века английская буржуазная революция 17 века была по выражению маркса громовым ударом возвестившим рождение нового капиталистического строя пришедшего на смену феодальному строю она открыла собой первый период новой истории период победы и утверждения капитализма конец автор завадья консультант обгорян художник оформитель колчина редактор чернина студия диафильм 1965 год озвучено платным голосовым движком алена для канала маркс был прав